всем привет ребята мы переехали в новое жилье пока что будем снимать такой вот на лайв канал у нас небольшие сергея ну у меня по крайней мере точно изменения в плане питания сейчас я расскажу какие ну и мы решили ну не мы решили а сереж сам по моему решил что он тоже будет присоединился там посмотрим в общем я себе на новый год подарила такое марафон в общем с нутрициологом нужно питаться по определенной программе я рассказываю что я занимаюсь йогой кстати уже ровно два месяца как я занимаюсь йогой результаты конечно классные но мне не хватает ну именно дисциплины в плане еды то есть я не особо худею у меня мышцы появляются я наоборот как будто бы становлюсь больше да за счет того что у меня там руки сильнее становятся ноги сильнее становятся я вот решила подключить еще питание но сама я точно не смогу поэтому решила пойти к нутрициологу для того чтобы кто-то меня постоянно держал так сказать в ежовых рукавицах ну и вот программа по которой нутрициолог работает это кета кетогенная в общем-то диета ну как бы даже это не диета это просто программа питания поэтому нужно перестроиться такая первая неделя будет очень ну как говорят у многих тяжелая в общем мы сейчас едем закупаться как раз продуктами в основном там мясо яйца немножко ягод овощи фруктов почти нет то есть такое на самом деле жирненькая авокадо не за сосиски даже можно майонез даже ну понятно что все это в калораже и вот сейчас у нас таких три первых дня будет без подсчета калорий то есть а дальше уже будет конкретно диета с определенным количеством калорий для меня ну сергей будет есть больше конечно то есть мне рассчитали на 1300 калорий а серёжа будет есть на 1800 там даже может быть больше вопрос какая у нас первая точка а я скину от себя вот внизу едем сейчас на рынок кстати мы сейчас переехали в такой более центр острова ближе к югу в город кьюпи как-то так он называется здесь нет океана то есть до океана нужно ехать где-то минут 25 до flick and flag пляжа но зато здесь это кстати первый город в котором вообще на маврикии провели электричество здесь зато как и не знаю мне кажется более более деловой такой город район то есть если мы жили на севере там чисто туристическая тема виллы туристы пробки то здесь это город да такой вот как бы достаточно крупный город он 2 по значимости по моему после порту и после столицы маврикия так что мы еще ничего не видели сначала вот едем туда на рынок посмотрим что там есть городе потом в торговый центр нужно закупиться продуктами недостающими что не все на рынке можно будет купить вот ну и все и потом он дальше посмотрим чем займемся сколько у нас времени останется потому что у нас сегодня прямой эфир сегодня воскресенье а это значит что мы особо сильно ничего не успеем если не встала специально попозже 8 утра вот у меня 8 было йога до 10 потом мы позавтракали собрались обнаружилась проблема в новом жилье мы вот только заехали пару дней назад там вчера или когда не ходили в душ сегодня пошли в душ в 11 утра где-то вот позавтракали после йоги пошли в душ и оказалось что напор воды очень плохой и нет горячей воды мы написали хозяину он написал что сейчас за счет того что засушливый сезон в определенное время то есть с девяти до трех часов напор очень слабенький нет горячей воды то есть мыться нужно либо до 9 утра и вы после трех часов дня вот мы просто этого не знали но ничего посмотрим что будет после трех главное чтобы в принципе вообще горячая вода была а то конечно без горячей воды ну так себе на рынке да мы едем на рынок вот кстати что он мне еще не нравится вот в этом районе куда мы приехали что здесь такие повороты знаешь вот ты выезжаешь ничего не видишь вообще во первых узкого узора и плохая видимость до приходится морду чуть высовывать а это черевато поэтому аккуратненько конечно нужно ехать нам 16 минут до этого рынка это не самый ближайший рынок у нас возле дома вообще в нескольких минутах есть но он сегодня закрыт так как сегодня воскресенье они все рынки работают а вот в кьюпипе и в кьюпипе потом узнаем как правильно говорить город а вот в нем как раз таки рынок работает а мы живем немножко в стороне от города то есть так скажем в пригороде если у нас время останется сегодня то мы бы вообще хотели поездить по району фликан флаг или там рядом какие-то районы посмотреть именно жилье потому что мы планируем но это только в планах потому что остаться на месяц и вот если мы найдем нормальное жилье то можно будет уже думать о продлении пока что у нас виза только до 22 января да а мы думали думали куда нам ехать дальше именно в эти даты очень дорогие билеты на сейшелы мы рассматривали сейшелы но как раз таки если через месяц то билеты дни дорогие в два раза дешевле грубо говоря а сейчас билеты 75 тысяч рублей на двоих в одну сторону с маврики хотя лететь пару часов а если билеты через месяц вот феврале нам один рождения то есть если мы останемся на маврики это билеты дешевые 35 тысяч но в два раза дешевле мы сможем заранее купить все у нас билеты будут и мы уже можем заниматься организацией отдыха на сейшелах искать себе там жилье искать себе какое-то сотрудничество потому что на маврикии мы все бронируем жилье пока что сами еще ни с какими отелями не сотрудничали а если вот мы останемся еще на месяц то конечно у нас будет куча сотрудничеств мы сможем поездить по пятеркам хорошим посмотреть какой здесь вообще сервис в пятизвездочных отелях потому что все что мы видели пока что это было но жилье с rnb там наши друзья вот жили на бремиум классы на таких лакшери виллах а мы жили в таком среднем сегменте и хочется конечно посмотреть какого здесь уровня пятерки потому что визуально конечно очень красиво многие отели выглядят люкс особенно я хочу вот люкс сетка люкса здесь есть на всех частях острова на разных пляжах и на лиморне и на грандвей и на белом белом мор как-то так называются районы еще пока что не знаю мы там не были вау у нас тут возле дома какая-то церквушка красивая это костел костел ты мой костел да очень узкие булочки здесь в этом пригодить пригороде хотя блин на гранд-бэй что не узкий я на гранд-бэй тоже поуже но все равно так цивилизованно ну конечно аккуратнее сделано здесь конечно видно что это не туристический район и здесь все сделано непонятно короче неудобно тем более смотри видишь это был первый город где провели электричество то есть это давно все строилось когда ну как бы не было речи о том что будет столько машин это сейчас на самом деле на маврикии очень много машин вот правда прям вообще капец сколько машин и здесь еще мало байков и у них перенаселен остров то есть людей реально очень много но хотя половина острова засеяна сахарным тростником если ты когда едешь реально очень много сахарного тростника в центре острова нам еще нужно будет подумать о правлении автомобиля потому что хозяин и и уже дальше сдал то есть он спрашивал во сколько там в аэропорт едет чтобы прислать человек но я с ним договорюсь что у нас машину заберут понятное дело с жилья в котором мы будем жить все равно нужно думать еще и где машину взять но возможно он нам что-то предложит этом вот может быть мы ему как-то намекнем так чтобы скидочку нам хорошую сделал потому что потому что мы можем порекомендовать до контакт своим зрителям и это ему как бы будет полезно хотелось бы конечно машину получше и подешевле ну на самом деле для такого острова меня машина устраивает вот в принципе нам не нужно есть там какие-то огромные расстояния в полной амуниции своей с чемоданами то есть это такое более какой-то короткие путешествия 20-30 километров там иногда 70 можно и на такой машине поездить потому что тут еще ключевая ключевой момент конечно же это цена потому что вот эта машина стоит 550 долларов а если ну реально хорошую машину брать то это там где-то 1300 полторы тысячи долларов ну как бы это такое себе не хочется столько платить уж лучше тогда уж дешево но сердито так что план такой сегодня останется время поедем на пляж фликан флаг будем ездить заходить смотреть таблички house for rent потому что это будет гораздо дешевле напрямую до чем искать где-то на r&b тем более далеко не все на r&b апартаменты и виллы представлены если мы найдем хорошее жилье то возможно останемся еще на месяц и тогда нам нужно будет продлить машину и тогда нам нужно будет продлить визу а для того чтобы продлить визу нужно иметь обратные билеты и иметь бронежилье на весь месяц но мы сможем это сделать просто фейковая типа ну то есть настоящее но на какой-то короткий срок потому что там вроде как быстро все происходит продление приходишь а дальше документы и сразу же тебе ставят продление и она бесплатная и еще нужно кстати выписку с банковского счета но вот у нас получается онлайн мы можем делать столько с тинькова то есть у нас много разных банков как бы карт но именно онлайн выписку например с тайского банка мы не можем сделать это нужно непосредственно идти в банк поэтому придется предоставлять тиньков но вроде как местные русскоговорящие люди которых тоже тиньков писали что без проблем принимали но спрашивали типа что то у вас все такие за справки одинаковые просто нас реально все мне кажется большинство людей а кто работает вообще удаленно и неважно там они с какой страны из беларуси из россии даже из украины у многих тиньков банк потому что он реально удобный ну по крайней мере раньше он был крутой пока там было лейко тиньков сейчас конечно все стало хуже но все равно в целом нормально он просто приложение само работает и банк как бы работает то есть приложение что ну в россии по крайней мере одни из лучших вообще в мире то есть такого нигде нету ну то есть как приложение есть но они не на таком классном уровне вот потому что наши белорусские сколько мы знаем там казахские украинские они конечно все стремятся к тому чтобы было было уровень но все равно он не такой ну даже у нас популярные банки в беларуси до взять prior там bnb банк ну приложение ну просто кошмарное ничего не понятно что куда тискать непонятно но единственное альфа сейчас не только все-таки прокачал к альфа российский банк просто он пришел в россию у них беларусь ну да да в беларусь пришел и у них конечно приложение свое и так хорошие они просто берут оптимизируют его кода беларусь и все тем более наш друг саня программист работал с альфа банком сто процентов он принял участие в том чтобы приложение было потому что он работал как раз таки с приложением альфа да и вот он сейчас работает в авиасейлз на пхукете ну вот в главном офисе в котором и они сейчас открыли еще офис в португалии вот возможно даже наш дружочек поедет на релокацию в португалию а португалия чё наша любимая страна соответственно мы хотели бы тоже жить в португалии может даже там получится увидеться потому что мы как-то вот в минске виделись сквозь он дел карточку себе белорусскую но по миру больше так нигде и не стоит с горем пополам мы добрались оказывается припарковаться здесь очень сложно нашли кое-какую парковку платную вот эти дяденька один час получается 50 рупий вообще город похож на какое-то гетто поэтому ребят я вцепилась камеру буду снимать сейчас ой зайчик не провалилась так тут получается какой-то вещевой рынок стоит нормальная тачка нормальная бэха такая вообще не похоже на остров маврикий это похоже на индию но здесь кстати очень много именно индийцев и их культуры так что тут навалены обувь носки серьез что за гетто я тебя привезла я не знаю валюша всегда найдет какую точку на карте заезжаешь на просто какие-то дебри дороги нет парковки нет минута самый большой рынок здесь на районе но он заходит через полчаса если мы не успеем поедем на другое следующий работает до пяти всякие шматье обувь китаем пахнет да мух добротным гуанчжоу на честно снимаю выпуск на час челлендж я вообще подумала сделать себе такой челлендж снимать сейчас каждый день на лайв-канал пришел домой просто момент включения выключения камеры обрезал и и все на этом склеил там 10 кусков вот тебе блок на 20 минут но зато это настоящий лайф да как она есть маврикий нет ну это такой маврикий вообще не для туристов ну не туристический маврикий такие выпуски на самом деле больше всего людей интересуют как живут обычные люди вот обычные местные такие туристические до туристы которые там путешествуют с бабками а вот просто обычные люди нормальная музыка вот смотрите местная еда макароны с каким-то миском морщин бриани вот так называется морщин бриани макароны с кусочками мяса небольшого она пойдем мы идем на рыночку так возьми меня за женщина боится ходить уже я уверена что здесь добрые хорошие люди говорится держи ухо вострова я я как бы много путешествую прекрасно понимаю что всякое может быть просто когда видишь вот такие всякие серые здания грязные такие улицы то конечно волей-неволей ты понимаешь что лучше здесь быть на чеку ну вот он рыночек сейчас будем гулять смотреть что что стоит итак это у нас личи это вот армелон холмаш личи ага то есть 100 рупий за кило так это тут фрукты погнали дальше давай туда что-то мы не можем найти где овощи фрукты заходим по кругу и они не здесь валю где то где то где то где то на другой стороне ну на карте просто изображено что вот это здание это и есть рынок но там тоже все как-то под закрыто может тут просто местные вот так торгуют нет там огромный рынок прям очень много овощей и фруктов давай перейдем давай 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 сегодня у нас прям влог прогулка нон-стопом чтобы вы ощутили всю атмосферу не туристического маврики ну пока что я вижу только все закрытое так ну вот тут еще что то есть из фруктов ну походу все вокруг сейчас обойдем чтобы понять где то что здесь кстати железнодорожная какая то станция походу ну либо метро может быть ну мы уже все по кругу обошли просто я не понимаю особо где это было у тебя вот мы опять вышли на эту парковку то есть мы вот так вот все по кругу с тобой обошли там обошли и вот вернулись сюда обратно блин я не знаю валюшкин что делать ладно поехали на другой рынок я знаю еще один рынок вот такая экскурсия от валюшки ну кто же знал нет да понятно понятно мы же в первый раз как бы ничего не знаем ладно гоним дальше а еще вот мы живем получается в доме и у нас такой охранник такой ты хороший ну что холодильник наш подготовлен к кето диете здесь у нас куча мяса брокколи свинина говядина стейки кстати мы обнаружили когда приехали домой что походу нам за 800 рупий самый дорогой стейк не посчитали его нет в чеке это очень странно что поделаешь так здесь у нас саванна это кстати классный очень сидр юарский из тоже африканский а обалденный сухой нам конечно такое на кето будет нельзя но сегодня у нас еще пока что можно завтра только начинается питание и будет длиться целый месяц колбаска сегодня можно все колбаска это еще осталось с нового года но пускай пока лежит ее кстати тоже можно будет периодически там вместо сосисок короче конечно самая интересная диета которую я пробовала это кето диета когда можно все жирное можно все жирное ой я в лифчике когда можно все жирное нельзя сладкое и нельзя всякие булки углеводы ну то есть прикольно попробуем что из этого получится потом поделюсь и кстати вот сегодня по напиткам нам тоже прислали там информацию получается кофе чай можно можно даже колу только зеро главное чтобы она была там и то немножко там стаканчик два в день вот а так по напиткам по алкоголю я еще не читала скорее всего нельзя будет ничего вот там вот помидорки огурчики перчики яйца все такой вот у нас простой холодильник оливки сливки тоже можно майонез кстати тоже можно там чуть-чуть по ложечке буквально вот так серега главное чтоб на этой кето диете я не превратился бы в кита а то там что-то слишком много всего вкусного мясо там жир можно есть сало можно есть сало можно есть ну можно и превратиться полностью все мы только что уничтожили целую курочку гриль мы уже сейчас не успеем поехать сегодня посреди жилье потому что у нас через два часа уже стрим надо готовиться пока что отдохнем пока что да кстати из плюсов то что мы живем в центре здесь не так жарко и здесь реально классного мы открываем окно одно здесь на кухне и в спальне и все ветром все продуется и не надо никаких кондиционеров и ты не заболеешь отлично да кстати покажу вам немножко наши апартаменты сколько в сутки получается они такие конечно немножко ну по простому все цель вообще прям классный если бы все столько стоили было бы вообще огонь короче две недели то есть 14 ночей 400 долларов ну да то есть это где-то по сколько это выходит кто у нас там математики посчитайте короче это очень дешево ну это дешево когда ты бронируешь через rnb здесь искать жилье самостоятельно вот как мы поедем то можно за 25 тысяч рупий это где-то сколько это 500-600 долларов под 600 да под 600 долларов можно найти апартаменты двухспальные на клик-н-паке поэтому нам нужно ездить ну надо поехать поискать потому что ну на месяц оставаться не хочется заплатить там тысячу триста полторы тысячи баксов завтра поедем за полторы тысячи баксов я на Бали улечу и как бы нафигами тут сидеть да завтра поедем смотреть но здесь вот кухня конечно так много места но в целом нормально стол сейчас тут надо прибраться косточки для собаки которые у нас тут живет ну такая вот как бы небольшая ванная это наша спальня она такая вся белая кстати мне это очень нравится вот даже нет решеток на окнах какой прекрасный вид здесь растут это папайя растет у нас прям под окном вот здесь мы получается спим есть еще вторая спальня это сережин рабочий кабинет вот он здесь работает даже есть у него нормальное кресло ну немножко конечно по колхозному особенно мебель такая да вот как бы двери такие колхозноватые но ничего страшного зато место есть и в целом не жарко кондиционеров здесь нет потому что видимо у них здесь не такая жара как на севере и они даже их не устанавливают уже априори все лайв канал давайте как ты думаешь сколько минут я записала минут пять минут тридцать всего всего до минут тридцать короче и ставь лайк если нравится вот такая вот от себя тина не знаю говорящая голова иду пою что делаю то и говорю и показываю такое все оставьте лайкосик на канал это мохито безалкогольный просто спрайт и добавка мохито слайма все давайте пока всем так а что у нас тут написано дон вито и закат специально для тебя валюшу волнами сгоняет но вот и смывается лишь какая надпись эксклюзивная прожила ровно 15 секунд